Всем привет, мои дорогие подписчики, любители аккордеона, профессионалы и те, кто только-только начинает знакомство с этим замечательным музыкальным инструментом. Сегодня я хочу сделать урок, который будет полезен не только аккордеалистам, но и байнистам, потому что тема этого урока ТОП-6 упражнений на развитие техники левой руки. Все эти упражнения будут нацелены на развитие сразу четырех пальцев. Вы знаете, кто-то считает, что нужно сначала полгодика поиграть третьим-вторым пальцем, чтобы они окрепли, потом добавить четвертый-пятый. Я считаю, что нужно с самого начала учиться играть всеми пальцами. Чем раньше вы начнете играть всеми четырьмя пальцами левой руки, тем быстрее вы начнете играть в более сложные произведения, вследствие чего более интересных. Не забывайте подписаться на мой канал, поставьте лайк, если вам понравится данный урок и напишите в комментариях, какую тему вам интересно было бы увидеть в моем исполнении на этом канале. Ну что, погнали разбираться с шестью упражнениями на развитие техники вашей левой руки. Первое упражнение называется «Змейка». Оно очень полезно новичкам и тем, кто только-только начинает заниматься на аккордеоне. На аккордеоне либо на баяне. На втором ряду у нас находятся три ноты, которые помечены, либо с ямочкой, либо процарапаны. Это нота «До» в середине, нота «Ми» вверху и внизу нота «Ля-бемоль». Пятым пальцем находим самую нервную помеченную ноту «Ля-бемоль» и вертикально вверх по второму ряду ставим все четыре пальца. Раз, два, три, четыре. Далее мы ставим пятый палец на ту кнопку, на которой до этого был четвертый. И снова все четыре пальца. Таким образом, кнопочка на кнопку перемещаем в середине. «До» вверх, как змея. И доходим до самой верхней ноты «Ми», которая помечена вверху с ямочкой. И обратно, таким же образом, идем вниз. Главное не прыгать с пальцами. Пальцы должны держать прямо на кнопках. И дошли до ноты «Ля-бемоль». Второе упражнение – это змейка, но уже вертикальная. Для этого мы находим четвертым пальцем ноту «Ля-бемоль», самая нижняя помеченная кнопка. И пятым пальцем наискосок вниз, вот так вот в елочке, находим его вспомогательный бас на вспомогательном ряду. Получается такая последняя смесь. Далее третьим пальцем снова вспомогательном ряду одну ноту. И задним пальцем на втором ряду. Получается. Далее пятый палец переходит снова на ноту, на которой был до этого четвертый палец. И последний спрейден вверх. Главное – никуда не спешите. Здесь не в скорости дела, а в растяжке. И укреплений ваших пятого и четвертого пальца. Вот, четвертым пальцем уже дошли до верхней ноты «Ми». Далее идем обратно вниз. И все, последний спрейден вверх. Главное – не отбрасываться в «Ми». И опять четвертым пальцем дошли до ноты «Ля-Ми». Третье упражнение называется «Репетиция». Репетиция – это когда мы играем разными пальцами, но в одинаковой последовательности, одну и ту же ноту. Снова находим ноту «Ля-Ми-Моль» внизу. Нажимаем ее третьим пальцем. Потом вторым. Третьим, вторым. Третьим, вторым. Третьим, вторым. Таким образом нам нужно сыграть восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше идем все время вверх по второму ряду до ноты «Ми», которая помечена, вот здесь вот с ямочкой. И обратно. По восемь раз на каждую ноту. Третьим, вторым. Третьим, вторым. Обязательно в самом начале, медленно и со счетом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда натренируетесь и у вас отложится ритм, можно делать это быстрее. И снова дошли до ноты «Ля-бемо» внизу. Таким образом можно сыграть раз вверх, раз вниз, раз вверх, раз вниз. Для этого достаточно. Четвертое упражнение – это гамма до мажор. Да, все очень просто. Но будем играть, используя четвертый и пятый палец. Медленно показываю апликатуру. Четвертым пальцем играем ноту «До», она помеченная с яблочкой. Затем вторым пальцем через одну вверх, ровно по ряду, ноту «Ре». Четвертый при этом находится над своей нотой. Не вот так вот или где-то там, а просто лежит на нотке «До». Далее четвертый палец уходит наискосок вниз на вспомогательный ряд на ноту «Ми». Второй тоже лежит на месте, никуда не разбрасывается. Далее пятый палец в яблочке на ноту «Фа» под ноту «До». Потом рука стоит теперь ровно в ряд. Третьим пальцем ноту «Сой». Через одну вверх ноту «Ля» вторым пальцем. Четвертый палец теперь от ноты «До» пошел наискосок вверх на ноту «Си» на вспомогательный ряд. И пятым пальцем нажимаем ноту «До». Теперь идем обратно до пятым пальцем. На вспомогательном чуть вверх нота «Си» четвертым пальцем. Вторым пальцем нота «Ля» она находится под нотой «Ми» помеченной «Ля». Потом третьим пальцем через одну вниз по ряду нота «Сой». Пятым пальцем через одну вниз нота «Фа». Четвертым пальцем наискосок вверх на вспомогательном ряду нота «Ми». Вторым пальцем нота «Ре» на основном ряду. И четвертым пальцем нота «До». Сейчас еще раз медленно, без комментариев. Главное в самом начале заучить медленно, чтобы пальцы точно знали, куда шагать. Для этого можно играть как «Но» и «ГАТО», так и «ЛЕГАТО». С помощью «ЛЕГАТО» очень хорошо прикрепляем седущий пальцем. Потом чуть быстрее. Пятое упражнение – это аккомпанемент, но с использованием пятого пальца. Таким образом выглядит. Что делаем? Находим «ЛЯ МИНОР». Третьим пальцем «БАС ЛЯ». Третьим пальцем «МИНОР БАС ЛЯ». Пятым пальцем «БАС ЛИГАТО», «МИНОР БАС ЛИГАТО». И снова пятым пальцем «БАС ЛИГАТО», «МИНОР БАС ЛИГАТО». Главное, чтобы второй палец все время лежал на «МИНОР БАС ЛИГАТО». Далее спускаемся вниз. «БАС РЕ», «МИНОР БАС ЛИГАТО «ДРЕ». Пятым пальцем «БАС ЛИГАТО «ДРЕ». «БАС ЛЯ» вверх. «МИНОР БАС ЛИГАТО «ДРЕ». «МИНОР БАС ЛИГАТО Иends». «БАС РЕ». «Идем вверх. «БАС РЕ». «БАС РЕ». «БАС РЕ». «МИНОР БАС ЛИГАТО «ДРЕ. « Prince счета». «БАС РЕ». «БАС РЕ». «БАС РЕ». «БАС РЕ». «ЧЕТС vamos. возвращаемся четвертым пальцем второй палец находится все время на цептаккорде и вниз на ноту ля еще раз чуть-чуть подъемнее это упражнение сначала делайте медленно для того чтобы просто у вас пятый палец привыкал находить должен басы в левой руке и это очень хорошо работает на растяжку левой руки и шестое упражнение это аккомпанемент но уже в мажоре если в миноре мы разрабатываем пятый палец то здесь мы будем разрабатывать четвертый палец поехали как-то выглядит что делаем находим бас ля играем вот этим пальцем мажорный корт вторым пальцем наискосок по диагонали четвертым пальцем спускаемся вниз и проделать то же самое с ре мажором идем вверх на мисс это аккорд и спускаемся снова на ля мажор друзья всем спасибо за внимание я рад что вы уделили время и посмотреть мой ролик и надеюсь то что этот урок будет полезен для вас помните только одно нет ничего невозможного вам нужно всего лишь уделить 10-15 минут в день на развитие техники левой руки и через месяц вы сможете играть в проведение любой сложности если вы еще не подписаны на мой канал сделайте прямо сейчас если этот урок вам понравился поставьте лайк и напишите в комментариях ваши предложения либо просьбы какой урок вы хотели увидеть следующему исполнение может быть может быть песню либо разбор вашей любимой мелодии ну что ж до новых встреч на моем канале всем пока